Привет друзья! На рынке появилась новая интеллектуальная качественная зарядка для аккумуляторов разных видов и разных размеров, которая умеет не только быстро заряжать, но также и восстанавливать и даже определить качество и емкость аккумулятора. Это так называемая функция анализа. Зарядное устройство от компании ISDT C4 я покупал в интернете, а устройство стоило около 60 долларов, получил я его быстро, в течение двух недель. Упаковано было в фирменной коробке. В комплекте была инструкция, какие-то наклейки, сама зарядка и блок питания на 12 вольт и 2,5 ампера. Когда я покупал зарядник, я думал, что мне придется докупать блок питания, потому что у продавца на сайте я не увидел комплектацию товара, а было указано, что в комплекте только устройство. Дальше я вам расскажу про основные функции зарядника. Мы рассмотрим главное меню, рассмотрим настройки, а также я расскажу про режимы, которые умеет данный девайс. В конце этого видео я покажу вам отсканированную инструкцию, которая была в комплекте к этому заряднику на основных языках. Я уверен, я здесь, сюда, 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 сюда. Самолет Итак, начнем с возможностей и основных функций. Первое, что умеет это устройство, так это заряжать аккумуляторы. Ура! У зарядки интересно организовано посадочное гнездо. Аккумуляторы можно вставлять как вертикально, так и горизонтально. Заряжать может разные пальчиковые аккумуляторы разных размеров. Такие как 2А, 3А, литий-ионные 18650, 16650 и даже толстые бочонки, типа 26650. Для тех, кто не знает, как разбираться в этих аккумуляторах, то я подскажу. 18650 означает 18 это диаметр аккумулятора, а 650 это его длина. То есть если 26650, то это означает диаметр аккумулятора 26 мм и 650 это длина аккумулятора. А вот аккумулятор Sanyo с защитой не поместился в корпус этого зарядного устройства. Но я думаю, я исправлю эту ошибку. Аккумуляторы По умолчанию зарядка настроена на автоматический режим. Берем аккумулятор, вставляем его в соответствующий слот. Устройство само определяет тип аккумулятора. И через 3 секунды запускается автоматический режим заряда. На дисплее высвечивается такая информация. Время заряда, количество залитого в аккумулятор тока в мАч, текущее напряжение, которым в данный момент зарядка заряжает аккумулятор, и сила тока в амперах. А также полезна информация про сопротивление аккумулятора в милиомах и температура. Чем выше, больше сопротивление, тем хуже аккумулятор. В ручном режиме можно принудительно указать ток заряда и тип аккумулятора. Продолжение следует... Никель-металл-гидридный, никель-кадмиевый, никель-цинк, панасоник-энелоп, литий-ионный, литий-эферум-полимерный, и литий, не знаю даже какой. Так, следующая функция разряд аккумулятора. Это зарядное устройство позволяет разрядить аккумулятор любым током. Выбираем разряд, выбираем каким током мы хотим разрядить, И запускаем задание. Так, дальше у нас идет хранение. Эта функция позволяет зарядить литий-ионный аккумулятор для длительного хранения, если вы не будете им пользоваться долгое время. На никель-металлогидридном эта функция не запустилась. Функция цикличность. Цикличность заряда и разряда позволяет вылечить аккумулятор от дефекта памяти. Количество циклов можно установить до 60 раз. Анализ. Анализ применяется, если аккумчик долгое время лежал без дела и имеет плохие характеристики разряда. А также этой функцией можно узнавать емкость аккумулятора. Активация. Активация восстановления. Если батарея неисправна или показывает 0 вольт, в этом режиме малым током зарядка пытается в несколько циклов запустить аккумулятор. Меню настройки выглядят вот так. Тут можно выбрать язык, яркость, экрана, звук. Ну и разное там. Продолжение следует. В этом устройстве есть USB-выход на 2 ампера. Можно заряжать телефоны. А также есть USB-вход. Микро-USB для обновления прошивки. Подключается к компьютеру. Защита от ошибочного подключения аккумулятора сменой полюсов. Мерзко пищит. Так, ну на этом пока все. Если вам понравилось, ставим лайк, пишем коммент. Спасибо большое. Дальше, как и обещал, я вам покажу отсканированную инструкцию. Продолжение следует. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»